Выходила на берег Катюша. На высокий. Так же не помню. Всем привет, друзья. Меня зовут Векшита. 9 мая. Великий праздник. День Победы. Со дня Великой Победы прошло уже 76 лет. Но что об этом знают и помнят современные школьники и студенты? Наш сегодняшний выпуск об этом. И мы зададим несколько несложных вопросов. Друзья, я каждого поздравляю с Великим Праздником. А мы погнали работать. Назовите точную дату вторжения Германии на территорию Советского Союза. Меня зовут Андрей, мне 21 год. Я патологоанатом. Люблю город Омск. Скрывал? Скрывал? Что вскрывал? 4 июня 1940-го. 1941-й, нет? Точную дату я прошу. 1941-й. Меня зовут Горь, мне 14 лет. Учусь в 9-й гимназии. Ты умный? Достаточно. Как мне кажется. Скоро 9 мая. Ну да. Это великий праздник? Ну, с точки зрения взрослых, скорее всего, да. А с точки зрения тебя? Наверное. Я не знаю. Что-то ты мне не нравишься. А вы мне нравитесь. Не смогу. Я школьную программу плохо знаю. Ну, даже не знаю. Обычный праздник. Ну, посвященный войне. То, что у нас закончилось. Мы победили. Гордишься? Ну, типа. Ну, типа. 21 сентября 1941-го года. Напутал. Угу. Как зовут? Лис. Почему так? Это псевдоним. Вроде как 7 сентября или что-то. Я, честно, не историк. Я даже не знаю. Блин. Не очень, конечно, шарик в истории. Я не помню. Мы не проходили эту сим. Так ее не нужно проходить. Ее нужно знать. Я ее не знаю. В апреле вроде бы. 4 июня 1941-го года. Ошибся ты. Плохо. Я знаю, когда мировая куча началась. Говори. 41-й год. 4 утра ровно было. 22 июня 1941-го. Молодец. Правильно. Друзья, немного про учебу. Совсем скоро ЕГЭ. Я сам сдавал ЕГЭ в 2014-м году. Единственное, с чем у меня ассоциируются времена перед экзаменами – стресс. А это ошибка. Вместо того, чтобы отчитывать дни до начала экзаменов, нужно уже и сейчас мобилизовать все свои силы, освежать весь пройденный материал и структурировать его в своей голове. Знаю, что среди моих зрителей довольно много ребят будут сдавать историю. А если история, то ваш лучший помощник – онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ по истории с Элей Смит. В прошлом году Эля подготовила 103 стобальника, а это, между прочим, шестая часть от всех стобальников по истории во всей России. К тому же Эля сама проходила ЕГЭ и сдала его на максимальный балл. Поэтому доверить свою подготовку ей не страшно. Перед экзаменом нужно структурировать, повторить, а кому-то даже изучить материал, необходимый для получения высоких баллов. Для этого в школе стартует курс Level Up. Это интенсивный недельный курс, который включает в себя разбор всех типов заданий, лайфхаки по их решению, методички, консультации с экспертами и даже индивидуальные проверки твоих работ. Level Up состоит из трех уровней, чтобы ты сам мог выбрать нужную тебе программу подготовки, исходя из своих нужд. За неделю вместе с Элей Смит ты изучишь всю школьную программу по истории и даже успеешь разобрать задания Дальнего Востока прямо перед началом экзамена. Также все участники курса получают комплекс шпор конспектов по главным темам, методичку по поступлению в ВУЗ и помощь с возможной апелляцией. Экзамены действительно скоро! Не теряй времени! Переходи по ссылке в описании и подготавливайся к ГП Истории вместе с Элей Смит. Какое название получила советское реактивное орудие залпового огня времен Великой Отечественной войны? Не, без понятия вообще. Зенит. Русская? Русская, конечно. Я не знаю. Я тебе могу дать правильный ответ, но стыдновато станет. Заря? Не, я такое не знаю. Я знаю только одно объективное оружие, называется Кузькина мать. Заря? Почему? Я слышал, такое орудие есть. Не Катюша? Может быть и Катюша. Случайная не Катюша? Случайная Катюша. Катюша. Катюша? Скорее всего Катюша, потому что она была выпущена в 42-м году, насколько я помню. Ну это скорее всего Катюша. Выходила на берег Катюша. А, высокий. Так же не помню. Как назывался план вторжения Германии в СССР? Не знаю. Не могу вспомнить, не знаю. У нас тут Викторина, что ли. Типа того. Есть варианты ответов? Нет, этого я точно не знал. Не смогу ответить. Вообще никак? Не знаю. Вот это я точно не знаю, не могу сказать. Даже вообще мыслей никаких нету, даже предположений, честно. Ну, допустим, захват СССР просто. То есть план назывался захват? СССР. То есть тут даже и денют. В каком классе ты учишься? Седьмой. То есть думаю, что вы этого еще не проходили? Нет, мы этого не проходили. Здесь исключительно мои знания. План Барбоса. План Шарика. План Барбароса. План Шпица. Ты играла в куколки Барби? Да. Вот первые буквы именно из кукол Барби можно вытащить. Бар? Выбирай. Ну, Барбоса. План Барбоса? Да. Готово Барбосом? Этого я не знаю, но на территорию Беларуси вроде бы Барбаросса. Да, я не знаю. Слышу ли ты что-нибудь про план Барбаросса? Нет, мы слышим. Подождите. Гитлер? Вот. Барбос? Гитлер. Хорошо. Барбаросса план назывался. Барброси? Барбаросса. Барбаросс. Барбаросс. Назовите фамилию диктора, объявившего победе над фашистской Германией. Я что-то слышал, что-то про Сталина. Не знаю, может это Сталин. Ельцин. Ельцин? Да. Юрий Борисович. Не знаю. Ничего не смущает. Я ухожу. Фамилию диктора? Кто был диктатором, опять же? Сразу нет. Почему? Ну, не было такого. Сейчас не вспомню, но слышал о нем. Его Гитлер сильно боялся. Вроде как Дмитрий, но я точно не помню как. Тоже не знаю. Этого я точно не знаю. Ну, как это так? Ну, возможно, какая-то известная личность. На букву L. Какие варианты есть? Ну, Сталин. Виктор. А Ленин тогда кто был? Его зам. Шутка. Не знаю, совершенно не знаю. Знаешь, чем я столкнулся? Ты сегодня у нас седьмой человек, и люди твоего возраста совсем этого человека не знают. Мне кажется, это потому, что в наше время просто не преподают и не рассказывают об этом, потому что настолько мелкие детали, и зачем? Ну, этого диктора точно помню. Вообще я боялся. А Сталина боялся? Возможно. А Ленина? Не знаю. А Ельцина? А Ельцин позже был. Молодец, не купился на мою ловочку. Нет, я его точно не вспомню. Смотри, сейчас я тебе скажу фамилию, посмотрим на твою реакцию. Ты готов? Я готов. Левитан. Впервые слышу. Я тебя понял. А Левитан – фамилия этого человека. Ага. Слышал? Виктор Левитан. Юрий. А, мой. Мне кажется, это очень важно рассказывать от нашему поколению, потому что даже в лоузинге «Ничто не забыто, никто не забыть», а по факту-то все забыли, ни фамилии никто не знает. По льду какого озера проходила дорога жизни, проложенная для снабжения блокадного Ленинграда? Это ледовый побоище, подождите, не ледовый побоище, я забыл, как эта фигня называется, там где колонна пропала. Самая популярная, наверное, Байкал. Не смогу вспомнить, но знаю. Нева. Ленинград. Сейчас это что? Ну, это Санкт-Петербург. Озеро? Рядышком? Я не знаю, какие озера возле Питера есть. Она прокладывается рядом с озером, рядом с Ленинградом, но какое озеро я не могу вспомнить, но про линию жизни я знал. Это была единственная дорога, которая шла через блокаду, которую немцы не могли отцепить, но позже они ее смогли отцепить, и Ленинград был полностью окружен. Это я помню точно. А река какая есть в Санкт-Петербурге? Река? Ну, не знаю, Волга, наверное. Волга? Вспомните, Эрике. Блин, да... Нет, я знаю, но я забыл. Я не помню. Я был в Санкт-Петербурге, вроде бы Ладышевское озеро. Ладышевское какое-нибудь. Опа, ты молодец, друг, это правильный ответ. Поздравлять будешь кого-нибудь? С 9 мая? Какой вопрос тебе понравился больше всего? Никакой. Никакой не понравился. Ну что ж, поздравишь кого-нибудь? Нет. Скажи честно, как ты планируешь отметить 9 мая? Я... Ну, я не знаю, спокойно вообще. Типа, не как в ВДВшнике прыгать в фонтаны или прочее, короче. Ну, как это делают некоторые неадекватные люди. Наверное, схожу, вот, в центр. Возможно, с друзьями. По пешку? Нет. Завтра. Спасибо за победу, за то, что позволили мне вообще жить. И за то, что город наш существует и вообще Россия существует. Поздравляю всех ветеранов, свою прабабушку. Также отца погибшего там. Ой, деда. Друзья, поддержите лайком это видео и обязательно подпишитесь на канал. Это очень важно для распространения нашего контента. А я еще раз каждого поздравляю с великим праздником, друзья. И давайте помнить.